приветствую вас дамы и господа зашел я на общий тест патч 125 сначала меня встретил красивый новый весенний ангар там стоит мужичок стихи там рассказывает очень красиво атмосферно мне нравится пейзаж обалденный потом начал в рандом чеки на тесте кататься на танках которые апнули покатался на бате ну прям каких-то глобальных изменений я не заметил им play такой же как был но я заметил что с новой перезарядкой я стал чаще успевать поучаствовать в бою это хорошо покатался на хоре и 3 после ребаланса ее в снайперские птшки какие-то и чё-то танчик но показался максимально обычнейшим ездишь там что-то альфу даешь да и все особо какой-то интерес мне это не вызвало мне кажется есть птшки которые реально отыгрывает роль снайпера а этот танк за уши туда притянут и вот дело дошло до аптутого йоха но если для начала посмотреть на самые низы пищевой цепочки на десятом уровне по статистике то там конечно же мы увидим различные там птшки типа бабахи или арту также увидим там фа шей за бонны объект 268 вариант 5 объект 268 объект 140 а мэкс фош еще один фош гриль там лтш очки объект 268 вариант 4 который занерфили уже несколько раз пазар канваген 7 даже и 7 тут обитает и прожета по нерфлины тоже здесь type 5 хэви т110 и 4 это мы уже начинаем немножко снизу выбираться и вот если все это пролистать еще раза в два вверх там где-то вверху мы найдем йоха который в два раза выше чем самое дно и у меня возникает вопрос неужели этот танк требовал глобального какого-то апа но можно было бы танчик освежить окей но там на самом днище танчики годами находятся они практически там всегда одни и те же до ветка йоха в целом слабая но можно было бы всю ветку апнуть а десятку ну чуть-чуть припудрить носик и хорош но что йоха улучшили пробитие основным снарядом пробитие специальным снарядом перезарядку очень сильно улучшили максималку на 10 километров вперед получилось 50 удельную мощность еще его увн сделали 12 радусов это не припудрили носик это прям пластическая операция всего мордой лица это прям вообще весь танк очень жестко апнули и вот полазил в полевой модернизации поставил фиолетовую турбину что мы видим йох едет 60 километров сам по прямой разгоняется тяж 10 уровня сам спокойно разгоняется до 60 километров до нас есть быстрые тяжелые танки на десятом уровне но у них нету 12 градусов у военных у них нету дпм а4 100 ну ладно окей с фиолетовым вентилем досылателем инструкции на досылатель нормальным экипажем дпм получается 4066 как будто бы это мало куда тут еще этот дпм апнули причем альфовую пушку не апнули вообще а имбовую пушку на которой все играли апнули они имбовую даже не трогали гениально да у этого танка небольшая альфа на скорострельной пушки но тут офигенное пробитие и основным и специальным снарядом офигеть какой дпм точность сведения 12 градусов у воины офигеть и носится она просто как средний там если среди стэшек это точек поставить единственное отличие в нем будет это размер вы представляете насколько это будет имба в следующем патче 125 и у меня возникает вопрос разработчик все время как только им начинаешь намекать на какой-то баланс сразу же прилетает аргумент все равно идеальный баланс не сделать неужели хоть в каком-то месте к нему стремятся не то что к идеальному балансу да хотя бы хоть какому-нибудь берут танк не самый плохой средний сбалансированности даже может быть чуть чуть выше среднего и так жестко по что он просто прорвет эту пищевую цепочку на десятом уровне и сто процентов вылетит на первые места сто процентов этот она будет самый один из самых имбовых следующем патче если ничего не изменится а теперь вспоминаем какие-нибудь тайп 5 хэви и 7 фаши лт что все остальное все что там на низу находится на десятках она там так и будет находиться и уже много лет находится вот в этом бою посмотрите как и всем умирает в городе у него вообще шансов нет если видно корпус и 7 не танкует вообще неужели можно всегда от башни на 7 стоять и не показывать корп нет нельзя иногда нужно его показывать как только ты его показываешь все приезжает имбовый перья паны йох и на дпм и просто уничтожает пока ты там на и 7 1 расстрелишь тебе три в ответ прилетает и все с пробитием потому что там невозможно не пробить но можно на и 7 стали где-то от кучки и стоять без тебя все поиграют в игру бой без тебя пройдет в этом стоишь где-то кучку охраняешь дай бог если вокруг этой кучки завяжется какой-то бой и ты поиграешь него но иногда же нужно поехать что-то поделать и вот в этом моменте йох будет выигрывать у многих поскольку он и в езду теперь супер мя имба и в дпм когда уже приехал всех разрывать будет а также в игре от рельефа тоже 12 градусов и самый главный вопрос он такой двойной почему слабую пушку вообще не апнули и почему настолько сильно а поют далеко не самый слабый танк и в каком же месте вообще игра стремится к баланс я вообще этого не вижу а потом же эти танки когда-то придется нерфить или они перри задушат весь рандом полностью там сейчас такие танки по на перри а по лишь ну жесть мне кажется это перебор окей ладно йоха можно апнуть но не настолько напишите в комментариях что вы об этом думаете с вами был варчик играть красиво подпишитесь ставьте лайки всем удачи и пока а